Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Екатерина Вишнева «Торгуем металлами». Екатерина, добрый день! Здравствуйте всем! Приветствуем! Ну что, Екатерина, Трамп победил, это уже официально. Как поведут себя металлы? Как вам, может быть, уже удалось заработать на золото-серебре? И чего ожидаете в ближайшее время? Ну и, понятно, сегодня, как можно поторговать? И стоит ли поторговать? Потому что некоторые наши коллеги говорят, что торговать не стоит. Что вы думаете на этот счет? Ну вот я сейчас включу демонстрацию экрана, посмотрим. Да, давайте посмотрим. Да, видно хорошо, можно поднимать сам график. Ага, видим хорошо. Что хотелось бы сказать. Ну, мне удалось получить прибыль на торговле металлами, особенно на серебре. Вот, видим, что сейчас тренд восходящий у нас. Но сегодня, что... Сегодня я торговала, у меня здесь очень много сделок было сегодня, внутри дня. Так как были вот новости, ожидались события, новостей такие у нас. Поэтому я держала золото, закрылась на уровне 18, где-то 60. И уже два дня я просто работаю внутри дня. Я не держала уже, на ночь не оставляла сделки, я просто работала внутри дня. Сейчас покажу, у меня тут были сделки. Видно, да? Да, да, я вижу хорошо, отлично. Вот, это график вчерашний. У меня здесь сделок, наверное, 10 было где-то. Ну, я вот утром заходила, брала, три позиции у меня было, и уже потом частями я закрывала. Вот. Также работала в понедельник. Здесь у меня была всего лишь одна сделочка. Вот, у меня, потому что день такой был, немножко занята была, поэтому особо не работала. Ну, и также в пятницу вот сделки тут были. Тоже я заходила и потом частями закрывала контракты. Вот. То есть все дни я работала, все дни получились у меня плюсовые. Вот. Что хотелось бы сказать сейчас по серебру? Сейчас я, я сегодня работала, заработала. Ну, так, небольшую прибыль, но все-таки. Так, сейчас открою. Нужно сегодня смотреть, если мы закроемся выше уровня 1870, тогда, я думаю, если кто-то держит сейчас еще позиции, я думаю, что стоит еще подержать. Мы можем пойти к уровню 1940 где-то, туда мы можем сходить, я думаю, спокойно, потому что сейчас тренд у нас такой восходящий. И Трамп победил, и сезонность сейчас, ноябрь, в ноябре обычно растут металлы. Так что можно, я думаю, постоять еще в металлах, подержать позицию. Ну, смотреть уровень, ну, нужно смотреть, как мы закроемся сегодня. Если выше 1870 мы закроемся, тогда можно постоять. По золоту. Что хотелось бы сказать. По золоту. Ну, тоже здесь сейчас такой тренд как бы восходящий, но здесь нужно смотреть. Если закроемся выше 1310, тогда еще сходим вверх. А если еще выше 1340 закроемся, тогда пойдем на уровень 1375, я думаю, точно мы сходим. Так что пока вот такие идеи. Если закрепимся по золоту 1310 сегодня, можно завтра в лонг зайти. Кто стоит, кто стоит, тот может подержать позиции свои спокойно, я думаю. Такого движения вниз, я думаю, мы так не уйдем особо. Ну, вот такие идеи у меня. Понял. Понял вас, Екатерина, спасибо. Понял вас, Екатерина. Давайте остановим тебя. Давайте остановимся на прочего стола. У меня к вам просьба тоже, Екатерина, можно в следующий раз сделать на ушки. А, вот сейчас фон перестал, хорошо. Вот, а то фонит немножко. Ясненько. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Екатерина, здесь нас предупреждают, что сегодня день расколбасов может быть резко вверх, резко вниз. Вы вообще не допускаете возможности обратного движения по золоту серебру резко вниз? Ну, так как день новостной такой сегодня. Я думаю, те, кто давно уже стоит в позиции, то пускай держит, я не думаю, что мы уйдем резко вниз. А те, кто внутри дня работает, конечно, здесь нужно так смотреть. Нужно смотреть на откаты. Откачиваемся, и тогда входим в позицию, в лонг, и работаем в лонг. Ну, я сегодня с утра, с четырех утра уже работаю, вот, поэтому заработала, можно заработать. Просто нужно смотреть уровни, правильно входить в сделки и отрабатывать, брать небольшие движения, я думаю, так. Да, 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 эту идею тоже мы сегодня обсуждали. Конечно, сегодня, все-таки сегодня день вряд ли такой, как сразу такой тренд, там, он сегодня зарождается, этот тренд, а широкое утверждение дальнейшего вряд ли будет. Тем более, что я смотрю, по золоту мы ударились высокие все-таки отметки, 1337 по золоту откатили, по серебру 1898, по сути, в 19 долларов мы ударились. Так не бывает, чтобы бесконечно так туда стремились, вот, но, судя по всему, тренд действительно зародился. Вы верите в то, что тренд зародился сегодня, такой растущий по золоту, серебру? Ну, как я уже говорила, сейчас, да, тренд у нас растущий, верю, потому что еще у нас такой фактор, как ноябрь месяц, в ноябре мы обычно растем, поэтому, да, почему бы и нет, почему бы не порасти. Я понял, ну, у нас разные здесь идеи, вот, я вижу, что Альфред пишет, у татар, оказывается, принято, что нельзя начинать во вторник ваши дела, они провалятся. И вот Трамп не учел этой татарской мудрости, вернее, Хилари Клинтон не учла этой татарской мудрости, пожалуйста, вам проперла выборы, хотя столько денег потратила и так далее, и так далее. Понятно, понятно. Хорошо, Екатерина, вы ожидали победу Трампа внутренне или для вас неожиданности там? Нет, неожиданность, я, в принципе, ожидала, что выберут мужчину, я это говорила, вот, поэтому нормально, пускай, он такой, ну, я думаю, какие-то перемены будут в США, пускай побудет Трамп, нужно что-то новое делать, вот. Перемены это хорошо, они всегда, когда, знаете, одно и то же, тоже как-то не очень-то, так? Посмотрим, к чему эта его победа приведет. Не, ну, понятно, да, интересно, интересно. Ну, для нас-то с вами вообще хорошо, вот, американцы зажрались, а мы с вами скромно живем, вот, пусть они помучаются тоже. Это точно. Ожидая держать золото-серебро, ожидая длительного тренда, тоже было бы интересно это узнать, потому что, ну, да, такое прям большое событие, даже я, наверное, поторгую опять. Вы знаете, у меня с золотом-серебром не сильно складывается, как-то у меня не хватает терпения его торговать, и оно дорогое, вот, но попробую, попробую. Можно смотреть, если будут откаты, то на откатах уже можно спокойно, я думаю, становиться в лонг, по чуть-чуть хватать, вот, и убегать. Я понял. Я понял. Екатерина, кроме металлов, на что еще сейчас, вот, после победы Трампа будете смотреть? Пока ни на что. Пока вот серебро хорошо идет, как я планировала, в принципе, пока я торгую серебром. Особо так ни на что не обращаюсь сейчас внимания. Ну, а там посмотрим, что будет дальше. То есть в продажу доллара относительно каких-то других активов, иных, чем серебро, вы пока не планируете, скажем, ни иена, ни евро вас пока не привлекли, как таким очевидным трендом. Понял, понял. Понял, я согласен с вами, от добра добра не ищут, поэтому чего уж тут. Раз серебро кормит, то на нем и сидим. Ну, вот, Николай Андреевич пишет, я думаю, что золото будет падать. Хелен пишет, я продала золото. Ну, вот и посмотрим, у нас, так сказать, интрига. Ну, сегодня такой день, можно и где-то и продать, и где-то и купить, почему бы и нет. Ну, посмотрим, как бы. Ну, я же говорю, опять-таки, нужно просто смотреть, на каких уровнях мы закроемся. Я буду обязательно это смотреть и учитывать уже, и тогда рассчитывать свою какую-то торговую стратегию на завтра. Да, да, вы нам это хорошо подробно рассказали, и я думаю, что многие из наших коллег эту идею будут рассматривать. Спасибо огромное, Екатерина, за ваш обзор ответа на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке. И вам всем хорошего дня, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...